Сейчас вам ткань покажем. Смотрите, какая в рамке невероятная вещица. Смотрите, пожалуйста. Съемочка. У нее даже вот вырка, да? Да. А, вот это она. 940-й год. 940-й началось. Ну, это сетка получается. Сетка. Это не ткань, а сетка. Это какой-то, может быть, это из водоросли сделано? Думаете. Так, подскажите, а вот здесь какая цена? Так, здесь это 2000 за метр. Ну, примерно тесьма она. Да. А фарточек цена? Стали не по серебре, не по серебру. Это все исходя из количества. Стали по серебру она по весу, понимаете? Ну, я думаю, что это 3000. Ага. Ага. И шапочку, да, найдем? Думаю, что снимаю, сам не снимаю. Ну, воротничок. 2500 стоит. Ладно, будем держать вас на связи через инстаграм. Вижу рыбку, вся блестает и сверкает, как рыбников на подиуме. Но хотел вам показать не это, а вот эти два украшения интересные. Необычные. Что это за штучки, за такие? Брошь. Это брошь такая. Интересный вариант. И второй, второй вариант. Да, тут паренек стоит, у него, конечно, кружева. Почти, чуть ли не царских времен. Ну, я взял с ним связь. Там, конечно, нужно подготовиться материально к этим покупкам. Ну, вещь серьезная, очень. Сумочка три с половиной просит. Микробисер. Ручка также из бисера. Красота. Сколько? Так, ну, сумочка мне, конечно, нравится. Подумаю, подумаю. Вкусная вещица. Утонченная дама. И шкатулка понравилась. Танюшка, ты мне дарила сумочку? Вот, прям подружки с этой шкатулки. Интересно, сколько стоит. А, я вспомнил эту даму, у которой мне шкатулка понравилась. Но она всем вам понравилась. Было много отзывов по ней. Еще одну вузочку нашел. Полторы просит за нее. Двойной воротничок. Отарочен рюшечкой нежнейшей. Как хорошо, кстати говоря. Видите, если один воротничок убрать, уже скучно. Отдвойной прям изюминка. Наслоение, объем. Всегда красиво. Тоже подумаю. Куда я поеду? Я никуда не езжу. У меня нету даже загранпаспорта. У тебя здесь как классно. Смотаются эти серии? У тебя больше будет шансов. Сматываются. Пусть сматываются. Так, подошел к своей знакомой. Она мне показала воротнички. Говорит, вот бывшая балерина. Балерины. Что ей там, более ста лет, да? Или сколько? Балерина. 86 лет. А, 86. Выступала в Мариинке. Еще бабушка. Как бы она нам проскользила. Так, здесь сколько? Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Вот за тысячу рублей они мне отдают. Вот эти все. Шелковые. Заодно блюдо вам покажу. Кузнецов, да? С печатью. Кузнецов, да? Предположительно. А что там? Ну что, как советуете? Брать, не брать? Наверное, надо брать. Посмотрите, какая мелкая вышивка по всему периметру. А вот это, вот этот врачок, именно нижней уголочке, по вырезу ложится. Нижний, верхнего у него нет. Видите, вот он такой. В общем, загнулся. В общем, вот такой. По вырезу. Вырезочек. Бакелит, да? Да, бакелит. Шесть тысяч. Итальянская. Топки. Это наша. Это же очень красиво. Менее интересная. Это интересно. Мы в прекрасном состоянии. А есть у вас инстаграм или что? Вы знаете, есть, но сумочек там нет. Ну, чтобы связь, если что. Да, связь я могу. Денег же надо заработать, а потом к вам прийти. Ее делают маску, хотите. Но ее прям сегодня смотрят. Конечно, конечно. Посмотрите, какой экземпляр здесь есть. Шесть с половиной, вы скажете. Сколько? Не шесть с половиной, а двадцать. А, двадцать пять, точно, да. Шесть с половиной. Ну да, за шесть с половиной, боже, забрали. Ладья и две лебедушки. Несут ладью. Под слоновую кость. Не знаем, мы ничья, но здесь только номер. У меня, кстати, стоит такая курочка. Мне подарили ее такую. Но уже давно подарили. Смотрите, что здесь вижу. Чехольчики такие из микробисера. Чехол на стакан. Это, не знаю, что сумочка, по всей видимости. Тридцать семь тысяч. И здесь шкатулочка тоже с вышивкой какой-то. Кузнецовские масленки. Курочка. Коза. Или козел. Груш. А вот это, наверное, мурак. Покажу вам еще светильник. Как выразительно и миленько смотрится вышивка. А вон какую цену? Восемь. 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 Нет, нет, нет. Светильник. А, светильник десять. А, светильник десять? Да. Ну, все, подхожу я уже к завершению выставки. Последний этот стол остался. И мне нужно определиться, что я приобрету. Две блузки кружевные я здесь нашел, воротнички. Ну, вот, надо выбрать, что все-таки взять. Так, как-то это открывается. Не знаю, как, что это. А что это такое, подскажите. Это помакетница. Мы открываем, и у нас появляется зеркало. А также вы можете видеть, что с помощью вот этой штучки вы можете выдвинуть помаку. А сколько стоит такая? Пять тысяч. Пять. Возвращаем назад. Тут вроде бы лежало. Пять тысяч в киарте. Веер вижу. А веер какая цена? Веер вот этот конкретно стоит пять тысяч. Есть веера и шесть, и две, и три, и восемнадцать, и пятнадцать. То есть, градация в зависимости от состояния. И из чего сделано. Мост, дерево, сумочка две тысячи. Две тысячи. Нету второй части. Зажигалка, по всей видимости. Что тут еще интересного? Ну, вроде бы все. Вроде бы все. Черный. А радость сумка четыре с половиной тысяча. Четыре с половиной. Вот эта понравилась. Шикарный бархат. Такой цвет. Состояние хорошее. Застежка здесь такая, смотрю. И на две расходятся стороны. И шляпки вижу здесь. Я у них тогда брал рыжую шляпку. Шляпная. Я, кстати, в Питере купил шляпную коробку. Только без шнурка нужно будет проделать самостоятельно. Что-то прям нашел по очень хорошей цене. И попросил у меня там Марина, моя знакомая. Она живет в Питере. В общем, она забирает у меня там, что я нахожу в Питере. А более-менее по цене. Приемлемая. Я, кстати, книгу шикарную купил. Пришла уже она из Питера. Про одежду 18-19 веков. Это книга про фарфор. Кжель и Скобина. Скопина. Не знаю, как правильно. Как правильно произносится второе? Второе слово, как правильно произносится? Кжель и Скопина. Скопина, наверное. Скопина. Или Скопина. Ну вот я тоже такая. Кжель и Скопина, наверное. Я не знаю, какая. Зрители скажут. Это наши знакомые давние здесь. Всякой красоты много. Две Натальи. Это все родное, да? С шкатулкой, да? Дорожное, да? Какая прелесть. Смотрите-ка, расчесочек. Застежечка тут. Видел. Наташа, какая цена вот здесь? Наташа, какая цена вот здесь? Не знаю, может, какая цена пошла на рот. Брус, то есть они не красивые, или другая украшения. А здесь, смотрите, набор. Броши. А здесь, смотрите, набор. А нет, это не набор, это все подвески. Красивые, на самом деле. И вот то красивое, которое самое высокое. Игитарианское. То есть они гитарианские украшения. Игитарианское очень красивое, которое с оглененным, розовеньким. Это английская грелка, медь, латунная. То есть наливали водичку. Да, наливали воду. Есть что, подсовывали? Вот что, под одеяло. Печное отопление раньше было, да. И чтобы кровать была прогрета, прогревали грелкой. Человек ложился, и в какое-то время тепло держало. Очень. Ну и в ноги, так, когда уже остывает, в ноги вдвинулись перед себе. А сколько стоит? Цена 4,5. Но она не течет, ничего, да? Она не течет, но тут, конечно, есть уже от времени. Ну, летала с кровати. Да, да, где-то она заваривалась даже. Ну, конечно, она же использовалась. Супер вещица. А плевная керамика, Германия. Да. Ладья такая небольшая, с ручками. И мы стоять все. Ну, она чисто вот для красоты. Мы же ее не будем использовать, да? Нет. Куда ее? А тут ничего. Ее никак не поиспользуешь. Там нету печати, да? Тоже, чтобы найти двоих. Вот есть. Вот тут есть. А там? Даже номер есть, есть, есть. Ручная работа, роспись. Ну, нравится, конечно. Три предмета. Подумаю. Приходите. Вот такая шкатулочка. Чистенькая все, да? Да, все чистенько, аккуратненько. К вратной упаковке идет. Сейчас где-то мы ее откроем. Где-то стояло, видно, мало использовалось, практически не использовалось. Да, стояло и стояло. Лапки такие. И застежка крепкая. Да, да. 4,500, верно? Окей. Что у нас такое? Это у нас парнице механическое, 60-е годы. Очень редкая вещь. Кому вот в коллекцию нужно, да? Вот, то есть ложка. Вставляем, закрывается. Это вот вес, да, продумаю, я так понимаю? Да, да. Из-за веса ложек. А это что за кнопочка? А это у нас, еще не поймем. Ничего не значит. Нет, она не крутится. Она крутится. Просто значит. Да, ничего не значит. Так, а стоимость? А стоимость 4,5. Но она редкая. Так, это не значит. Давайте, вот тут покажем графинечка. Угу. Милейший. Соусник. 2,5-2,6. Вот такой редкий утюжок тоже. Маленький. Неотягивный. Воротничковый, угольный. А, воротничковый. Угу. Прелесть. Угу. Видел такой, да, крошки состава? Угу. Сейчас многие хлеб не едят. Ну да. Раньше-то было принято. Хотя многие любят тоску. Угу. Они еще более супучие, кстати говоря. Советские. Потому что сохранилось мало. Это, ну, так и называется, колький пластик. Очень, как бы, хрупкие. Все это дело не у всех сохранилось. Поэтому, как бы, советские предметы, как бы, интегреры. Очень редкие. Это здесь ласка, да? Да. Ласка. И бычок. Пачка, бычок, лошадка. Еще была лисичка. Лисичка. Она рыженькая, наверное, была? Угу. А это шкатулочка. Шкатулочка. Молочная или нет? Стекло. Итальянская шкатулка. Это 50-60-е годы. Молочная, я так понимаю. Да, да. Цена? 1650. 1650. Да. Уже на выходе увидел еще пару витрин. Получается, на входе она только. Я зашел там рядом, с другой стороны, и не видел вот этих витриночек. А здесь прям вообще, в царских времен. Что-то там, я не знаю, шнурки вот там. Что-то там, что ли. Перчатки, кожа. А вот этот расприимитель для перчаточек. Металлический, серебро, по всей видимости. Пальчики раскрыть. Вот тоже такой складной. А, это изготовитель для перчаток. Шляпки. Коллекция Татьяны Макеевой. Шляпка из Незабуда, 50-е годы. Шляпка из Незабуда, 50-е годы. Здесь две ландыши. И листья, таблетка. Так, есть еще две витринки, два стеллажа. Свадебный кокошник Франции, 910-й год. Какая прелесть. Шляпка розы, конец 19-го века. Бархат, кружево. Цветы, банты. Шляпка Ток, США, 920-е годы. Смотрите, какая крупная сетка наверху. Красота. Соломенная шляпка. Канатье, начало 20-го века. Так, и здесь, что у нас? Шиньон. Есть Франция, 1890-й год. Щетка, расческа, шляпные булавки. Перья, да. И гребешки. Шиньон, посмотрите, в родной коробке. И вот здесь висят шляпки. Постеры. Вы сегодня видели, вчера, вернее, видели в вчерашнем видео. Или я, может, выложу это видео чуть позже. Ну, вот как-то шляпку, которую я приобрел. С полосками, да, на тишинке. Просто невероятно рад. Кое-что еще я у них приглядел. Связи навел. Дай бог, еще что-то приобрету. Прекрасная экспозиция. Вот. На них сегодня и завершу свой поход. Вдохновились и пошли творить. Все. Всем всего доброго. До новых встреч, мои хорошие. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok